здравствуйте друзья в эфире а в комфорт тема сабвуферов разных системах уже довольно хорошо изучена но все же наши клиенты часто задают на вопрос а нужен ли в мою стереосистему сабвуфер ведь вроде и так все звуки устраивает и я и мои коллеги знаем ответ на этот вопрос потому что практика показывает что хороший и грамотно настроенный саб стереосистеме это новые впечатления для вас и новые горизонты для вашей системы потому как тот уровень звучания который приобретает стереосистема дополненная сабом это нечто особенное приятное не только на слух ведь хороший саб он даст вам и тактильные ощущения от звука это видео будет посвящено целому комплекту аудиотехники от желе аудио это пара активных сабвуферов джейли аудио и саб и 112 и внешне активный кроссовер джейли аудио cr1 который призван максимально облегчить интеграцию сабвуферов в абсолютно любую систему американская фирма джейли аудио уже много лет известного всем мире как группа высококлассных специалистов которые знают как правильно приготовить баз уровня high-end базируется фирма в сша в штате флорида и весь техпроцесс от разработки до производства проходит там же на сегодняшний день в ассортименте джейли аудио есть несколько линеек сабвуфер в разных ценовых диапазонах линейка и сап является второй по старшинству и включает в себя две модели сабвуферов и 110 с 10-дюймовым басовиком и и 112 вот они эти сабы перед вами с 12-дюймовым драйвером о них сегодня и пойдет речь эти сабы как я уже говорил активные и имеют оформление закрытый ящик по внешнему виду но просто красавцы что тут скажешь кабинеты покрыты черным лаком но есть еще вариант расцветки черный ясень опирается саб на 4 прорезиненных ножки на верхней панели есть специальная пластина под которой скрывается весь управляющий функционал это решение очень удобно обычно все управление вынесено на заднюю панель и в процессе настройки постоянно приходится нырять за сабвуфер это особо неудобно когда саб стоит у стены нащупать из такого положения нужный регулятор та еще задача а здесь все просто поднял магнитную панельку и вот они все регуляторы перед тобой настроить на этом сабвуфере можно абсолютно все и даже больше первый тумблер на красивой алюминиевой панели отвечает за питание саба включает выключает его или же переводит режим авто так когда на саб поступит сигнал он сам включится и выключится если сигнал не будет какое-то время это тоже весьма удобно далее регулятор это так называемый мастер-левел или проще говоря уровень громкости сабвуфера относительно системы с которой он работает дальше очень полезная функция без которой у нас не получилось бы корректно настроить и 112 с помощью кроссовера cr1 этот тумблер отключает кроссовер который встроен саб таким образом настройка полностью ложится на плечи внешнего кроссовера следующая пара регуляторов это управление частотой среза и регулировка фазы причем обратите внимание на диапазон в котором можно управлять фазой от 0 до 280 градусов вот по таким казалось бы мелким нюансом и понимаешь что имеешь дело с высокой классной техникой такая гибкая настройка реально полезный инструмент при интеграции сабву gl audio в аудиосистему последний тумблер на панели управления отвечает за инверсию фазы что уместно дополняет предыдущий регулятор а вот разъемы для получения сигнала у и 112 инженеры припрятали хорошо находятся они в углублении в нижней части тыльной панели сабвуфера здесь есть высокоуровневый вход с проприетарным разъемом и пара россии вторая пара россии это линейные выходы что тоже очень удобно отсюда можно подать сигнал на 2 саб чтобы не тянуть провода от головного устройства впрочем это вопрос удобства а с этим как вы уже поняли у gl audio полный порядок там же на задней панели можете видеть массивный радиатор охлаждения хотя казалось бы зачем усилителю который работает классе d такой радиатор все дело в том что пиковая мощность и 112 полтора киловатта и чтобы эффективно реализовать такую мощность даже относительно холодному d-классу нужно качественное охлаждение хотя справедливости ради стоит заметить что при средней нагрузке эти радиаторы еле теплые они делались явно с перестраховкой в расчете на длительные и высокие нагрузки но и само собой чтобы реализовать такой потенциал усилительной части этому сабу нужен соответствующий драйвер и он здесь очень хорош посмотрите располагается динамик на лицевой панели огромная ширина подвеса диффузора намекает что драйвер длинноходный по факту так оно и есть амплитуда хода у этого динамика больше семи сантиметров конечно чтобы добиться таких показателей инженером джейль аудио пришлось применить всю свою изобретательность и смекалку если мы заглянем внутрь этого саба там есть чему удивиться корзина у динамика цель налетая акустически прозрачная ее размер равен глубине сабвуфера фактически корзина упирается в заднюю стенку и притянуто к ней резьбовым соединением очень мощная конструкция также в конструкции применяются мощные двудисковые магниты патентованная конструкция экстремально длинноходной подвижной системы с двумя разновеликими центрирующими шайбами усиленный вентилируемый адаптер крепления диффузора к звуковой катушки vrc и много других эксклюзивных технологий совокупности все эти технические меры позволили достичь высочайшего качества бас при этом запасом допустимой мощности и глубиной баса они тоже впечатляют и доступный частотный диапазон для и 112 начинается от 21 герца по уровню минус 3 децибела в целом же сабвуфер джель аудио и 112 даже выглядит грозно тем более со снятым грилем этот драйвер выглядит но очень внушительным и могучий подтверждается это и при попытке поднять 112 или просто передвинуть его на другое место 33 с лишним килограмма не так-то и просто сдвинуть с места теперь подробнее рассмотрим активный кроссовер джель аудио cr1 который является уникальным устройством в своем классе его ориентировочная стоимость 340 тысяч рублей смотрится он технологично регуляторы кнопки и туглеры на передней панели уровне регулировок черным шрифтом все это напоминает мне технику конца прошлого века когда аппаратура делалась простой функциональной и надежной этот же отсыл читается и по самой лицевой панели сделана она из очень толстой алюминиевой плиты да еще и с глубокой фрезеровкой задняя панель подтверждает этот кроссовер очень высокого уровня вы только посмотрите на это разнообразие коммутации на cr1 можно подать сигнал и по обычным версии и через балансные входы а вот дальше начинается творчество по-другому это занятие и не назовешь можно разделить частотный диапазон между акустикой и сабвуферами и тем самым разгрузить басовики колонок в этом случае акустике будет играть проще а весь басовый диапазон возьмет на себя сабвуфер в нашем случае пара сабвуферов по одному на канал параллельно можно подать на кроссовер cr1 уже подготовленный сигнал от домашнего кинотеатра cr1 умеет пропускать его на сабвуферы в неизменном виде и потом нажатием одной кнопки можно выбрать от какой системы сабы получает сигнал от кинотеатра или от стерео это очень удобно теперь вернемся к лицевой панели начнем с питания за него отвечает тумблер все понятно следующий элемент выглядит как прозрачная кнопка когда она нажата подключенным сабом применяются настройки кроссовера когда не нажата сигнал на сабы идет в неизменном виде так работает перемещение сабов между стерео и кинотеатральной системой дальше снова тумблер он отвечает за то каким будет бас или стереофоническим или монофоническим когда левый и правый каналы суммируются а теперь начинается самое интересное расположены пять регулировок первый регулятор отвечает за чистоту среза сабвуферов а вот второй управляет их демпинг фактором то есть фактически вы вручную можете управлять добротностью сабвуферов и получить либо очень плотную атаку и быстрое затухание фронта или же наоборот более мягкую атаку с оттяжкой как говорится и более плавное затухание сигнала в конце концов можно оставить этот регулятор положение 0 и получить некое среднее значение регулировка демпинг-фактора очень полезно при интеграции сабов стереосистему управляя этим параметром можно добиться от сабвуфера баса который по характеру будет максимально схож с вашей акустикой реально просто незаменимая вещь чувствуешь себя просто повелителем баса когда одним только этим регулятором заставляешь пару gl in 112 кардинально менять характер регулятор который находится в центре управляет балансом между сабвуфером и акустикой последние два регулятора дублирует предыдущий функционал но теперь он используется для акустики здесь также можно настроить демпинг-фактор колонок и установить частоту среза которая и станет точкой разделения между сабвуферами и акустикой дальше снова тумблер но в этот раз он отвечает за порядок фильтра 12 или 24 децибела на октаву при определенных условиях тоже незаменимая вещь кроссовер cr1 полностью соответствует его классу производитель заявляет что вся схемотехника выполнена исключительно на высококачественных компонентах это прецизионные резисторы с допуском 1 процент операционные усилители аудиосигнала с ходом gfet конденсаторы из полипропиленовой пленки и фольги и даже конденсаторы из металлизированной полипропиленовой пленки все это позволяет использовать этот кроссовер не только в домашних инсталляциях но и в контрольных мастеринговых и в других профессиональных системах об этом говорят и разъемы стандарта trs на задней панели это очень распространенный стандарт профессиональной среде также в комплекте с кроссовером можно найти крепление под стандартную для студии рековую стойку таким образом активный кроссовер gil audio cr1 дает аудиосистеме просто уникальный функционал который позволит быстро и качественно интегрировать 1 2 или больше сабвуферов стереосистему при этом сабы остаются доступными и для кинотеатрального сетапа вместе с тем он делает настройку сабвуферов более гибкой и продвинутой плюсом вы получите возможность регулировки демпинг фактора для вашей акустики незаменимая функция особенно для проблемных помещений интеграция пары сабвуферов gil audio и саб и 112 и активного кроссовера cr1 стереосистему занимает не так много времени конечно многое здесь будет зависеть от вашей комнаты для прослушивания но какой бы она ни была тот функционал который оказывается в ваших руках позволяет обойти практически любые комнатные моды а это как показывает практика основная проблема большинства комнат для прослушивания здесь прежде всего можно использовать различные частоты для установки границы между сабвуферами и акустикой а также разные порядки фильтров в одну из инсталляций таким образом удалось полностью избавиться от типичных резонансов в районе 50 и 100 герц получив при этом очень сочный ритмичный и глубокий бас учитывайте что с этим комплектом agile audio мы не просто добавляем систему сабвуфер а дополняем стереосистему еще одной полосой причем активный таким образом акустика играет с гораздо меньшими искажениями что в ряде случаев реально заметно даже на слух не просто так ведь многие х н стереосистемы используют именно активное басовое звено в отдельном кабинете грубо говоря это те же активные сабвуферы таким образом один или два сабвуфера gilio и 112 вместе с активным кроссовером cr1 реально могут очень серьезно поднять уровень вашей стереосистемы взяв на себя ответственность за басовое звено глубина и деликатность баса полнота обертонов и полновесное звучание даже на самых малых уровнях громкости все это принесет с собой абсолютно новые свежие впечатления от прослушивания музыки это один из лучших апгрейдов для стереосистем высокого уровня оценить лично звучание сабвуферов gilio и саб и 112 в компании с активным кроссовером cr1 можно в салоне в комфорт подписывайтесь на канал ставьте большой палец вверх и жмите колокольчик всем пока вот так вот Продолжение следует...